С 23 по 25 марта 2016 года в экспоцентре в Москве прошла 10-я юбилейная международная выставка вендинговых технологий и систем самообслуживания VentExpo 2016. Ежегодно ведущие российские и зарубежные компании вендингового рынка представляют на данной выставке широкий спектр оборудования, вендинговых аппаратов, а также сопутствующие продукты и сервисы, платежные системы, системы безопасности, ингредиенты и товары для автоматизированной торговли, комплектующие, аксессуары и многое другое. Как отметила Екатерина Саяк, генеральный директор компании EMTG, организатора выставки, в этом году количество посетителей и экспонатов выросло на 50% по сравнению с предыдущим годом, на который пришелся пик кризиса. «Значительно увеличилось присутствие иностранных компаний, потому что в прошлом году вот как раз произошли очень сильные скачки, иностранцы просто не приехали. В этом году у нас компания из 11 стран. Это хороший показатель. Плюс представлены на выставке новинки, в том числе российского производства, что, собственно говоря, не может не радовать». Президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли Борис Белоцерковский подтвердил своим выступлением, что развитие российского вендингового рынка продолжается. «Годовой оборот вендинга в 2014 году был 1 миллиард долларов, но сейчас по независимым причинам, я думаю, он составляет половину от этого. Тем не менее, он достаточно значительный, но я хочу сказать, что вендинг в структуре развитых стран занимает до 2% общего товарооборота. То есть, в принципе, это не такая большая цифра, и там есть куда ходить. И другая вещь, что вендинг в России, у него есть определенные ограничения, он более высокодоходный в России, чем в Европе, потому что есть возможность до сих пор выбирать наиболее доходные места, но из-за того, что доступ к деньгам очень дорогой, то, соответственно, развитие ограничено таким образом. Ну, динамика, она вот такая немножко усредненная, но я обращаю ваше внимание, что вендинг, несмотря на все катаклизмы курса, на все катаклизмы кризиса, и по обороту, и по количеству растет достаточно устойчиво. Ну, скорее всего, это определяется тем, что мы находимся в нижнем сегменте розницы, и этот сегмент, ну, менее может быть подвержен, чем какие-то люксовые или чем какие-то другие. Но это то же самое вы можете посмотреть, что, например, ритейл на уровне каких-нибудь там KFC, он не падал, а увеличивался, в общем-то увеличивается в кризис. Видимо, мы находимся, грубо говоря, в том же самом сегменте, то есть в мелкой хорике, в мелкой рознице, которая страдает в меньшей степени. По словам господина Белоцерковского, в отрасли наблюдается явное импортозамещение. До 50% закупаемого нового вендингового оборудования приходится на российских производителей. Ну, понятно, что обменный курс дал нам гигантские преимущества для российских производителей. На сегодняшний день техника, которая производится в России, процентов на 30 дешевле западной, при том, что она не уступает ни по качеству, ни по, собственно, возможностям. И надо сказать, что это не только открывает внутренний рынок, но открывает большие возможности на внешний рынок. В то же время перед отраслью стоят большие вызовы. В частности, предполагаемое принятие закона об обязательном внедрении контрольно-кассовых терминалах в торговые автоматы может отбросить развитие отрасли назад, потребовав масштабных инвестиций. Среди других ключевых вопросов для обсуждения на Вент-Экспо-2016 можно было выделить налогообложение, выход вендинга на улицы, использование систем безналичной оплаты, перспективы систем самообслуживания в различных сферах и другие вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok